Привет, меня зовут Эля Смит, и сегодняшнюю лекцию мы посвятим личности, об исторической роли которой известна каждому. Речь пойдет о Владимире Красносолнышке, чья биография окутана туманными подробностями, из-за чего отделить историческую правду от сказаний и вымысла бывает сложно. Мы попробуем выяснить, почему князю пришлось бороться за киевский престол, как Владимир выбирал жен и зачем язычник крестил Русь. Обязательно смотри это видео до конца, а мы начинаем. Историки не могут установить точную дату рождения Владимира. Теория касательно этого начинается с 940 года, а заканчивается 960-ми. Зато доподлинно известно, кем были его родители. Отец Владимира – великий киевский князь Святослав Игоревич, прославившийся своими походами в Волжскую Булгарию, разгромом Хазарского Каганата и походами на Болгарское царство. Матерью же его была простая женщина по имени Малуша, ключница княгини Ольги, то есть простая служанка, которая понравилась Святославу. В связи с этим само рождение Владимира вызывало проблемы. С одной стороны, происхождение не мешало ему взять власть в свои руки, ведь законы языческой Руси еще не окончательно оформлены. Даже имя будущего князя говорило, что в нем течет кровь воина Святослава. Владимир вызывает ассоциацию со значением владеющий миром, а в те времена наречение было близко связано со статусом человека. С другой стороны, молодого князя преследовало обидное прозвище – Рабичич, то есть сын рабыни. Из-за происхождения Малуши возник вопрос о правах бастарда ребенка, рожденного вне брака. По этой причине смерть Святослава в битве с печененами спровоцировала жестокую междоусобицу, то есть борьбу за великий киевский стол между тремя сыновьями князя, в том числе и Владимира. Собираясь в свой последний военный поход, который закончился смертью князя, Святослав разделил Русь между детьми. Киев он отдал старшему Ярополку, древлянские территории к князю Олегу, Владимиру же достались далекие новгородские земли. Таким образом, он получил некую независимость от отца, потому что устремленный к югу взгляд Святослава не обращался к северным княжествам. Но после смерти великого князя до Владимира стали доходить вести земель братьев, и они были не очень радостными. Ярополка и Олег повздорили, причиной чего летопись называет следующее. В древлянском лесу Олег встретил неизвестного человека, который охотился на зверя. Представился гость с сыном Свенельда, который является воеводой киевского князя Ярополка. Не приняв этого внимания, Олег убил охотника, поскольку сам ловил дичь в этих лесах. Это было вызовом, потому что сын Свенельда охотился на чужих территориях. Обычай же кровной мести и крепкая связь князя с воеводой вынуждала Ярополка мстить. В одном из неравных боев между братьями Олег упал с моста и погиб. Так осталось на Руси два брата. Но вернемся к междоусобице, которая не завершилась гибелью Олега. Узнав о произошедшем, Владимир испугался. Он был еще молод и не мог вступить в схватку с братом, который владел Киевом и древлянскими землями вместе. По совету воевода Добрыни, который являлся, кстати, родным братом Малуши, которая мать Владимира. И, кстати говоря, Добрыня является прототипом Добрыни Никитича, которого, возможно, вы знаете по сказкам. Так вот. Владимир снарядил ладью и бежал из своих владений. Он отправился в Скандинавию, откуда брал начало род Рюриковичей, ведь именно в IX веке Рюрика призвали оттуда. Между тем Ярополк взял власть над Новгородом и превратился в сильнейшего князя на русских землях. Владимир жил в Скандинавии несколько лет. За это время характер юного князя окончательно закалился. Он обладал храбростью, но вместе с тем и хитростью, жестокостью и терпением. Отныне он был многогранной личностью, способной на великие поступки. Собрав там варяжескую дружину, Владимир вернулся на Русь и первым делом забрал свою отчину, то есть землю, Новгород. Выгнав оттуда киевских наместников, он дал им лаконичное поручение. Пойдите и скажите моему брату, Владимир идет на тебя, пристраивайся биться, то есть готовься. К его войску варягов прибавились и другие племена Руси, чуди Кривичей и славяне, которые жили на севере. С таким войском князь двинулся на Киев. Он шел по пути своего прадеда, вещего Олега, передвигаясь на ладьях по рекам. Ярополк тем временем бездействовал, не решаясь ступить против брата. Пассивность киевского князя позволила Владимиру вольно сменить направление своего пути и заехать в Полоцк. Жил там князь Рогволт, пришедший из-за моря и его прекрасная дочь Рогмеда. Ярополк намеревался породниться с Полоцким властителем, женившись на его дочери, обезопасив тем самым рубежи киевского княжества. Но Владимир опередил брата и начал свататься к Рогмеде. Девушка была свободолюбивой и отказала ему, сказав, не хочу разуть Робичича, Ярополка хочу. Расуть значит вступить в брак, потому что по древнему обычаю невеста разувала жениха, показывая свою покорность. Так княжеская дочь дала Владимиру понять, что хочет выйти за Ярополка, а не за Владимира. Она имела в виду, что она не хотела за сына рабыни. Малуша была ключницей и воспринималась как служанка в их семье. Тогда Владимир захватил город, убил Рогволта и его сыновей, а Рогнеду насильно взял жены. Он нарек ее Гориславой и покинул Полоцк. Рогнеда не забыла этого и уже позднее, страдая от того, что у Владимира появились новые жены, чуть не зарезала его во сне. Но, согласно легенде, князь очнулся и успел отвести удар. Не стоит удивляться, на Руси тогда было язычество, по которому нормально было иметь несколько жен. Согласно летописи, мы знаем, что у Владимира было несколько жен и более тысячи наложниц. Тем временем Владимир вновь направился в Киев, чтобы завершить начатое. Ярополк заперся в Киеве со своими людьми и новым воеводой с характерным именем Блуд. Разорять город, свою будущую столицу, Владимир не хотел и потому прибег к хитрости. Он отправил к Блуду своих людей и пообещал сохранить ему жизнь и честь, если тот поможет убить Ярополка. «Буду с тобой в любви и дружбе», — ответил воевода послам. Блуд начал пугать киевского князя тем, что народ примет сторону Владимира, и потому Ярополку нужно бежать в маленькую крепость на берегу речки Рось. Конечно, войску Владимира ничего не стоило осадить ее, вынуждая братьев вступить в мирные переговоры. Князья вернулись в киевский терем отца, что должно было пробудить их братские чувства, но все обернулось иначе. Когда Ярополк вошел в покой Владимира, два варяга пронзили его мечами, и князь погиб. Так Владимир стал единоличным князем, заняв киевский престол. Историк XVIII века Татищев писал о судьбе Блуда, что три дня по обещанию князя его чествовали, а затем убили как изменника и предателя своего господина. Достоверность же этой легенды остается под вопросом. Получив власть над Русью, Владимир прекрасно осознавал, что его победе способствовало недовольству язычников киевлян Ярополком, который тесно общался с христианами. К тому же женой бывшего князя была греческая монахиня, еще беременной, превратившаяся в наложницу Владимира. Все это говорит о том, что 10 лет от получения киевского престола до укрещения Руси Владимир разрабатывал свой княжеский авторитет, потому что добровольно в христианство обратилось не так много бы людей. За годы правления Владимиру удалось усмирить многие восточнославянские племена, Влыниан, Вятичи и даже Радимичи, но он неустанно смотрел за границы своих территорий. Конечно, одной из важнейших функций древнерусского князя была военная. При Владимире власть Киева распространялась на Западной области. Владимир занял Червенские грады, то есть города, польские территории. Это помогло Руси стать ближе к Европе, потому что в Средневековье эти города служили торговыми точками на пути между Европой и Востоком. Известно, что Владимир совершал походы на Волжскую Булгарию, как когда-то его знаменитый отец. Военные столкновения были успешными для Руси, но полупольклорное предание говорит о том, что по пленении булгар на них не было наложено дань. Считается, что воевода Добрыня осмотрел их, обутых в сапоги, и порешил, что с таких денег не выпросить. Пойдем искать лапотников, сказал он Владимиру. Дело в том, что в Восточнославянском обществе для обозначения иерархии племен использовались ассоциации с обувью. В сапогах означало господствующее племя, а лапотники – это те, кто воплачивали дань. Князь не только нападал, но и защищал собственные земли. Опасаясь кочевников, он предпринял важные меры для борьбы с их возможными набегами. По границам его земель вдоль рек были возведены крепости и валы высотой в 4 метра, окруженные рвами. Что касается внутренней политики, то важной вехой в дохристианском периоде правления Владимира стала языческая реформа. Она была совершена им почти сразу после восшествия на Киевский престол. Он создал в Киеве пантеон из важнейших славянских богов, по его мнению, превратив город в культовый религиозный центр. Выбрав шесть кумиров, языческих богов, он поставил их идолы на холме. Идолы – это статуи поклонения язычников. Они могут быть как и каменные, так и деревянные. Главным божеством в этом пантеоне был Перун – дружинный княжеский бог-громовержец. Его изображения украсили драгоценными камнями, и перед этим кумиром непрестанно горел огонь. Дальше по популярности шел Дайжбог – милующий покровитель, затем Стребог – повелитель ветров. Остальные же три божества вызывают вопросы, поскольку не являлись самыми почитаемыми на Руси. Сразу за Перуном поставили Хорсы – бога яркого солнца воплощения князя на небосклоне. Семаргал – следующий кумир до сих пор, авиентайный, и функции его разнятся. Скорее всего, он был проводником между земным и небесным миром. Наконец, единственным женским божеством в пантеоне стала Макош или Мокош – богиня плодородия. Эта реформа должна была изменить мировоззрение многих язычников. Учреждение единого государственного культа должно было связать между собой отдельные части Большой Руси, укрепляя власть Владимира. Главенствующий над другими богами Перу – все равно, что великий киевский князь. Один главный бог на небе и один главный князь на земле. Но реформа была неудачной, и многие восточнославянские племена были с этим не согласны, так как по вере, языческой вере не может быть одного главного бога, как и не может быть одного главного князя среди других. Тогда князь стал размышлять о принятии монетаистической религии, единой для всех от киевлян до новгородцев, то есть там, где есть один главный бог. Ему нужно было найти обоснование своей громадной власти, усмирить языческие нравы собственного народа и приобщить Русь к великим державам западного и восточного мира. Начался долгий процесс выбора веры. В рассказах об этом видны черты фольклорных преданий. Считается, что ко двору киевского князя приходили посольства соседних народов – мусульманы, иудеи, восточные христиане и западные. В действительности подобное вряд ли происходило, но с помощью такого сказания элитописцы отразили тот сложный выбор, вставший перед Владимиром. Мусульманская вера не полюбилась Владимиру за запрет пить вино. Как он сказал, на Руси есть веселье пить, и не можем без того быть. Если взглянуть на это серьезно, то станет понятно, что ислам не годился с обрядовой точки зрения. Иудеям Владимир ответил, что не будет принимать религии того народа, у которого даже нет своего государства. А западным христианам сказал, что деды Даши не принимали этой религии, и мы не будем. Тогда князь обратил свой взор на христианство по восточному образцу. Во-первых, на территориях Руси уже были христиане, и в детстве Владимир мог наблюдать, как его бабку, княгиню Ольгу, хоронят по христианскому обряду. Во-вторых, связи с Западной Европой и Византией могли дать культуре Руси мощный толчок и вывести ее из варварской тени. И все же греки не особенно доверяли стране варварам, поэтому новой целью Владимира стало отыскать способ крестить Русь. И такой способ появился. Внутренние политические конфликты Византии угрожали правлению императора Василия II. Восточную Римскую империю сотряс мятеж, и тогда в Киев прибыло византийское посольство, которое умоляло князя Владимира помочь. Он не отказал, но выдвинул свою цену – женитьба на императорской сестре Анне. Князю пообещали исполнить это желание, если он примет крещение, на что тот сразу же согласился, потому что жениться людям разных вер было невозможно. В итоге войска киевского князя подошли к Византии. Бунт был подавлен после сильного удара многотысячных русских витязей, и, выполнив свои обязательства, Владимир напомнил грекам об их части долга, но те явно тянули время. Тогда, снарядив войско, князь двинулся в Корсунь, по-гречески город Херсонес, и осадил город. Стоит сказать, что этот город находится сейчас на территории современного Крыма, а тогда это было территорией Византийской империи. Византийцев он намеренно припугнул. Один ваш город я уже взял, если не отдадите за меня сестру, то тоже сделаю с вашей столицей. Через время принцесса уже была в Херсонесе. Начались приготовления к свадьбе, и Владимир вместе со своей дружиной приняли христианство по восточному образцу. Имя, которое князь получил в крещении, Василий, связывало его с византийским императором, не менее крепко, чем женитьба на его сестре. Вернув Корсунь в Византии, князь отправился домой вместе с Анной. Собой он взял иконы и материалы для строительства церкви, но прежде предстояло крестить всю Русь. Нестор-летописец указывает, что по возвращению Владимира в Киев князь велел не спровергнуть всех кумиров. Перона привязали к конскому хвосту и волочили с холма, после утопив Днепре. Подобные обряды проводы по громоверцу проходили по всей Руси. Затем последовало крещение всего народа. Сначала Владимир крестил своих многочисленных сыновей. Согласно летописи, на тот момент времени их было 12. Затем последовали крещение в Новгороде и, конечно, Киеве. В летописях сохранилась идиллическая картина обращения киевлян в веру. Утром жители земли вошли в Днепр, а стоявшие на берегу священники провели все нужные обряды. Едва ли это соответствует действительности, ведь далеко не все были готовы креститься, принимая новую веру. Многие люди ушли в леса, а при христианизации Новгорода нещадно сжигались дома язычников. Но, так или иначе, начало было положено, и Владимир открыл новую страницу русской истории. Крещение Руси имело ряд последствий. Языческая варварская страна с прежде поверхностными внешними контактами взяла все лучшее из колыбели христианской цивилизации. Наше государство вступило на новый исторический путь, предопределивший его политическое и культурное развитие. Вырос международный престиж Руси и упрочнились ее связи со странами христианской веры. Церковь становилась опорой княжеской власти, укрепляя династию Рюриковичей. Наконец, развитие получили архитектура, литература, иконопись, что наделило Русь своей идентичностью. Однако, видимая органичность и легкость принятия крещения большей части населения отразится на двоеверии, сочетании языческих признаков и христианских истин в русской культуре. Верования и представления мифологического поликлорного характера сохранились, и люди продолжали верить в леших, гадать и лечить заговорами. После крещения в древнерусском государстве учредили Киевскую митрополию, которая подчинялась Константиноплю. Первыми епископами были, конечно, греки. Тут стоит сказать, что митрополиты и епископы это название должностей церкви. Церковная иерархия выглядела так. Был главный патриарх Константинопля, под ним, так сказать, были митрополиты, которые служили на определенной территории. Допустим, был один главный митрополит на Руси, а ему были подчинены епископы. Требовался Руси свой памятник крещению. Еще до выбора веры послы Владимира в Константинополе были впечатлены храмовым богослужением собора Святой Софии. Они не понимали, где они находятся, на небе или на земле. С использованием корсунского материала был заложен первый каменный храм на Руси Успение Пресвятой Богородицы или Десятильная Церковь. Такое название она получила, потому что десятая часть налогов шла на ее содержание. Возводили ее греческие зодчи, которым помогали русские строители. По завершении строительства храма Владимир устроил в Киеве большой праздник. Убранство церкви было великолепным и пышным, что должно было поражать вчерашних язычников. Христианская вера постепенно распространялась. Открывались новые школы и храмы. Владимир тем временем старел. На границах бушевали кочевники, а между его многочисленными сыновьями готовилась новая междоусобная война. Владимиру было не суждено узнать ее исход, и в 1015 году он умер, проправив Киевом 37 лет. Владимир Святославич, которого звали Святым, Красным Солнышко и Великим, навсегда изменил траекторию исторического пути Руси. Теперь вы знаете, что за школьным тезисом Владимир крестил Русь стоит сложная судьба великого князя. Наша лекция подходит к концу. Мы поговорили о жизни и деяниях Владимира. А как вы думаете, почему его личность такая противоречивая? Пишите в комментариях свое мнение, задавайте вопросы, и не забывайте поделиться этим видео со своими друзьями. А мы с вами встретимся в следующем видео. И помните, история вокруг нас, и она очень интересна. Он был еще молод и не мог вступить в схватку с братом, владевшим Киевом, и теперь женившись на его дочери, и обы... Кат нажугались дома язычному.